Всем привет! Сегодня хочу вам показать некоторые интересные косметические покупки. Это будут в основном уходовые средства и немножечко декоративной косметики. Надеюсь, вам будет интересно, так что давайте приступим. Первое, что хочу вам показать, это консилер. Давно-давно-давно его уже все хвалили. Не знаю, почему раньше я его не приобрела. Это консилер от Catrice. Это жидкий камуфляж. Вот так вот он выглядит. У меня в самом-самом новом, в самом-самом светлом новом оттенке 005. Знаете, вообще для меня, наверное, идеальная вещь. Во-первых, он хорошо высветляет область под глазами. Он довольно плотный, что мне и нужно, потому что у меня часто бывают какие-то высыпания, которые нужно замаскировать и при этом не накладывать кучу слоев. В принципе, после тонального средства он перекрывает хорошо. Даже перекрыл мой шрам. Думаю, вам почти его незаметно оттуда. Вот. Он довольно плотный, как я уже сказала. Он может немножко собираться в морщинках, но как бы не критично. Хорошо носится, никуда, в принципе, не уболзает. Хорошо перекрывает. И главное, что оттенок очень классный. С таким желтым батоном, хорошо высветляет. Вот. Я рисую треугольничек. В принципе, цветокоррекция на этом со светлыми оттенками может заканчиваться. Хорошая вещь, если еще не приобретали, то, наверное, это один из лучших консервов в сегменте масс-маркета. Так что присмотритесь. Что еще хочу вам показать? Шампуни. Я не люблю сильно разглагольствовать про шампуни. Знаете, я не люблю про них писать посты в инстаграм. Поэтому... Но как бы до этого у меня был такой неудачный опыт с белорусским шампунем. Мне он не подошел. Я вам уже его показывала. Это линия эффект сияния. Да, такой оранжевый. Оранжевая такая туба. Я отдала его маме. Ей, в принципе, нравится. У меня от него путались волосы. Поэтому пришлось быстренько искать себе новый вариант. Я нашла в острове чистоты вот такой вот шампунь от Тимоти. Это у нас шампунь интенсивное восстановление авокадо, макадамия, фисташка. Питает, увлажняет сухие, поврежденные волосы. Знаете, я вот уже из опыта поняла, что все шампуньки, которые рассчитаны на какой-то объем, мне не подходят. У меня волосы спутываются, кушатся от таких средств. Мне нужно что-то, где прописано увлажнение питания. Потому что, в принципе, после таких шампуней волосы выглядят более ухоженными. Они хорошо расчетываются. И, в принципе, не выглядят как большой-большой такой дубанчик. Этот шампунь у довольно такой бюджетненький был. Здесь, кстати, большой объем 400 мл. Хорошо пахнет, хорошо промывает волосы. И они после него выглядят, в принципе, достойно. Ничего сверхъестественного. Просто такой хороший бюджетный шампунь. Давайте дальше, наверное, покажу еще одно средство для волос сразу. В принципе, это средство можно использовать не только для волос. О чем я говорю? Масло кокоса. У меня вот такая вот баночка. Это у нас, кстати, белорусское масло. Да, это компания Medical Ford. Здесь у нас сколько-сколько объема? 75 мл. Вот так вот выглядит это масло. Здесь такая твердая масса. Ее нужно, в принципе, пальчиком подковыривать. Оно очень быстро тает при соприкосновении с кожей. Я люблю его растереть между пальцами, нанести немножко на кончики. Но тоже здесь главное не переборщить, потому что волосы могут потом выглядеть неопрятно жирными. Также люблю наносить и на кутику, и когда сохнут, например, участки кожи на руках или локтях, то, в принципе, тоже на ура. Оно без запаха, то есть оно рафинированное. Это значит, что его можно наносить и на лицо. Оно не будет забивать вам поры. Я так пробовала, когда у меня были какие-то шелушения, и кожа была в таком поврежденном состоянии. Я его массажными движениями наносила на лицо. Оно впитывалось, так что, в принципе, тоже как вариант. Но вот волосы, наверное, самый такой оптимальный способ применения. Мне, конечно, жаль, что он не пахнет кокосом. Он вообще ничем не пахнет. Стоит очень бюджетно. Тоже брала в острые. Частоты, по-моему, где-то 4-5 для русских рублей. Это где-то 2 доллара. 2-2,5 доллара. Ну что, идем дальше. Давайте, наверное, покажу вам парочку средств. Даже пару-тройку средств от Reflame. Первое – это лосьон для лица. Face Lotion. SPF 30. Из серии Optimals. Вот так вот выглядит баночка. Видно вам? Не видно? Не знаю. Наверное, вам видно. Вот так. Здесь такая вот помпа. Она выдает довольно много продукта, но он как-то так хорошо съедается кожей, что мне нужно два нажатия для того, чтобы полностью покрыть лицо. Что особенно в этой сыворотке, чем она так выравнивает цвет кожи? Она с таким, наверное, шиммером, можно сказать. Это такая белесая... Такая белесый крем такой. А внутри у него такие светоотражающие частички. Он такой, видите, его надо хорошенечко втирать. Не знаю, видно вам, как кожа начинает немножечко светиться. В общем, если вам нужно какое-то естественное свечение под тональным кремом, под пудрой, то, в принципе, неплохой вариант. Крем на него ложится тоже неплохо. Не могу сказать, что он дает очень хорошее увлажнение к коже. Поэтому, если у вас кожа сухая, там шелушится или еще какие-то проблемы на ней имеется, лучше использовать под него дневной крем. Запах довольно сильный. Душка такая конкретная на любителя. Возможно, кого-то будет отталкивать. Вот. Я использую, когда мне хочется добавить свечение лицу. Вот сейчас он у меня под матирующим плотным тональным средством и плюс пудра. Как вы видите, лицо у меня все-таки такое свечение имеет. Даже находясь под слоем тонального средства и пудрой. Вот. Я брала на скидках, так оно стоит немножко дороговато, возможно, для своих свойств. Но, если вам нужно что-то такое похожее, то, в принципе, можно взять. Еще одно средство от компании Ariflame. Такая милая-милая штучка я взяла из-за упаковки и из-за того, что здесь как бы запах пролинея. Меня это подкупило. Это вот такой вот крем для рог. Он идет вместе с мылом. Он такой, вот, не знаю, сам крем, если честно, он розоватый. Такой, знаете, белесо-розоватый по цвету. То есть, таким девочкам, которым нравятся всякие необычные штуки. Я не знаю, если вам видно или нет. Он такой немножко розоватый. В принципе, он неплохо смягчает кожу. Пахнет, ну, не знаю, я ожидала чего-то более волшебного. Здесь такое что-то шоколадное, наверное, больше. Наверное, он такой больше зимний, теплый, что ли. Такой, знаете, кондитерский запах. Здесь у нас 75 миллилитров. Видите, такая очень-очень няшная упаковочка. Мне нравится, как он стоит у меня на туалетном столике. Такой няшный-няшный. Если у вас руки сильно поврежденные, не знаю, как он сработает. У меня, в принципе, на ночь поухаживать, ну, почему нет. Но я думаю, есть более мощные по увлажнению средства компании Reflame. Так что, вот. Еще я себе приобрела спонжик для очищения кожи. Он мягко очищает кожу, если нужно какое-то дополнительное воздействие, более глубокое очищение, скажем так. То он будет работать очень деликатно. Это целлюлозный, по-моему, называется он. Да, по-моему, целлюлозный спонж. Вот. Иногда я смываю им масочки на основе глины, когда, знаете, очень тяжело вымыть их с лица. Вот. Когда он размокает, становится такой мягенький, приятненький, пористый. Ну что, идем дальше. Покажу вам мою давнешнюю любовь. Я думаю, он тоже у вас у всех есть. Это скраб от чистой линии с абрикосовой косточкой. Я уже не первый раз его повторяю. Он очень абразивный. Мне нравится, как он хорошо отшелушивает кожу, очищает. У меня, вы знаете, кожа такая коварная. Поры забиваются, особенно после использования тонального средства. Поэтому стараюсь хотя бы такую хорошеньку брать на руки и отшелушивать хотя бы преимущественно Т-зону им после нанесения крема. Очень хорошая вещь. Очень вкусно пахнет, особенно после того, как вы смоете с лица. Мне нравится этот запах и ощущение чистоты на лице. В общем, очень бюджетное средство. Стоит меньше доллара, но по своим свойствам, наверное, одно из лучших. Еще покажу вам масочку от компании «Сибирское здоровье» с норковым маслом. Если честно, я боялась, что она будет жутко вонять норкой. Возможно, это глупо. Но она очень приятно пахнет чем-то таким цветочно-фруктовым. Не знаю, вот так вот она выглядит. Такая густая кремообразная масса такого бежевого молочного цвета. Она, в принципе, хорошо работает, неплохо увлажняет, питает кожу. Здесь очень большой объем. 100 литров для лица. Ее более чем достаточно, но долгое время вам хватит. Это серия «Бархат». Что здесь написано? Питает, увлажняет, разглаживает морщинки, обновляет кожу. Насчет морщинок не знаю, но, в принципе, чтобы дополнительный комфорт коже дать, ну, почему нет? Неплохая штука. Ну что, вот и все продукты, которые я хотела вам показать в этот раз. Надеюсь, вам было интересно. Пишите свои комментарии, заходите ко мне в Инстаграм. Будем с вами там дружить, общаться. Спасибо вам большое за внимание. Я вас целую. Пока!